В эти дни по всей стране проходят мероприятия, посвященные столетию провозглашения БССР. Представители разных поколений, которые внесли свой вклад в экономическое и социальное процветание Пинска, приняли участие в торжественном собрании, которое состоялось в городском Доме культуры. Тему продолжит наш корреспондент. Все большие культурные и общественно значимые мероприятия в Пинске по традиции проходят в городском Доме культуры. Торжественное собрание, посвященное столетию со дня образования БССР, не исключение. Сюда собрались представители трудовых коллективов, общественность, молодое поколение, чтобы вспомнить страницы вековой истории страны, отдать дань уважения ветеранам труда и прошлому. БССР – целая эпоха в истории, которая охватила практически весь XX век и стала основой для современной белорусской государственности. 1 января 1919 года. Эта дата в национальном самоопределении белорусов и в становлении Беларуси как самостоятельного государства стала знаковой. Мы продолжаем те лучшие традиции, которые закладываются на протяжении 100 лет и работают над тем, чтобы наша страна сохраняла и приумножала накопленные десятилетием достижения предшествия. Сегодняшние белорусы должны знать и уважать историю своей страны, в современном формате развивать ее традиции, с уважением относиться к прошлому и людям, вершившим летопись Беларуси. Уважаемые ветераны труда и вооруженных сил, руководители трудовых коллективов, политических партий и общественных организаций, от имени Пинского госполкома и от себя лично поздравляю всех со столетиями образования в СССР. Желаю вам и вашим семьям добра и процветания, счастья и благополучия, крепкого здоровья, любви к родной Беларуси и много добрых дел во славу нашего Отечества. С праздником! Каждое из поколений внесло в историю свою биографию. Для некоторых присутствующих в зале это Великая Отечественная война, героические трудовые годы послевоенного восстановления. Кто-то возрождал разрушенное производство, строил новые фабрики и заводы, трудился на благо Родины. Сто лет – целый век в истории, и если у старшего поколения со временем БССР связана молодость, лучшие годы, то поколение 30-летних может сказать, что «я родился в Советском Союзе». Для самых юных БССР – это история. История, которую они не могут помнить, но должны знать и чтить. Конечно, за прошедшие годы на пути построения нового общества и государства было немало сложностей и проблем. Было много героического и трагического, ошибок и измен, энтузиазма и предательства, побед и поражений. Но все эти годы наши отцы и деды, да и наше поколение в своем большинстве, в том числе и все здесь присутствующие, все мы честно и добросовестно трудились для построения сильного государства и общества социальной справедливости. Мы тогда реально жили и работали по принципу, раньше думая о родине, а потом о себе. Более 70 лет просуществовала БССР. И это время, о котором есть что рассказать. Члены ветеранской организации «Пинска» носители определенных взглядов и убеждений, они носители истории. Нынешнее поколение ветеранов бережно хранит и приумножает боевые и трудовые традиции своих предшественников, предлагает все усилия, опыт и мастерство для воспитания и влияния на молодежь, для обеспечения стабильности и порядка в нашем городе и в целом государстве. С праздником вас, дорогие полешики! Честь имею! Десятки тысяч наших земляков в годы БССР были отмечены правительственными наградами за успехи на трудовом фронте. Почетное место среди ветеранов труда занимают орденоносцы. Это те, кому вручали ордена Ленина, Октябрьской революции, трудового красного знамени, знак почета, славы, дружбы народов. На торжественном собрании чествовали ветеранов труда, которые много лет назад были награждены за высокий и самоотверженный труд и внесли свой вклад в развитие города и страны. Молодые пинчане должны помнить и сберечь все то, что было создано предшествующими поколениями. Так же, как и помнить историю, историю своей страны. Ведь кто не знает своего прошлого, тот лишен будущего. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok